Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматов. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от уриноларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас «Детской психиатрии». Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней лекции посвящена опасностям и осложнениям лапароскопической хирургии в урологии. Среди противопоказаний к лапароскопической хирургии выделяют абсолютные и относительные. К абсолютным противопоказаниям можно отнести множественные лапаротомии, коглопатии, сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, тяжелые хронически-обструктивные болезни легких, острый распространенный перитонит, а также ранее выполненные операции в области предполагаемого лапароскопического вмешательства. К относительным противопоказаниям относятся кишечная непроходимость, грыжи передней стенки живота, ожирение, кахексия, а также недостаточная квалификация персонала. Перед операцией необходимо выполнение следующих моментов. Это первое – взятие согласия на оперативное вмешательство, подготовка кишечника, превентивное введение антибиотиков, предупреждение о возможности конверсии в открытую операцию, катетеризация мочевого пузыря и обязательно проверка оборудования. С особой аккуратностью необходимо оперировать пациентов, в теле которых находятся металлические предметы, имплантируемые электроды, датчики и стимуляторы. Для проведения операции у больных с кардиостимулятором следует исключительно использовать биполярную технику, установить кардиостимулятор на фиксированный ритм, не использовать электрохирургический аппарат в непосредственной близости к кардиостимулятору, а также ограничить время использования режима применения высокого напряжения. К факторам, обусловивающим выраженность ожога, относятся сила, мощность генератора, время, длительность воздействия инструментом, а также площадь поражения, это количество пораженной поверхности. Таким образом, степень поражения ожога можно рассчитать по формуле теплота, умноженная на время и деленная на площадь пораженной поверхности. При установке троокаров необходимо оценить правильность установки иглы вериша, необходим мониторинг давления, установка адекватного пневмоперитонеума, необходимо предотвратить неконтролируемое движение троокаров, должна быть четкая визуализация стенки брюшной полости, а также должен быть визуальный контроль за установкой всех последующих троокаров. При установке троокаров необходимо ревизия брюшной полости, мониторинг давления пневмоперитонеума, оценка мест введения троокаров по окончании операции. Общая частота осложнений лапароскопических операций может достигать 17,9%. Все интро- и послеоперационные осложнения делятся на три группы. Это связанные с техническими погрешностями во время операций, инфекционно-воспалительные осложнения, а также осложнения, связанные с сопутствующими заболеваниями или анестезиологическими пособиями. Коротко обсудим возможные осложнения лапароскопических операций. Первая из них это подкожная эмфизема. Частота развития достигает 3,7%. Подкожная эмфизема зачастую возникает при выходе углекислого газа из отверстия в брюшной стенке от троокара при изменении градуса работы троокара относительно брюшной стенки. Развивается в конце операции или в течение первых часов после операции. Достаточно редким осложнением является пневмомедиастинум. Предбрюшинное введение углекислого газа может привести к его распространению за грудинно, в переднее средостение и выше по направлению к шее, где газ образует плотный воротник. Как я уже говорил, частота пневмомедиастинума колеблется от 0,03% до 0,08%. Следующим возможным осложнением является пневмоперикард. Пневмоперикард, так же как и пневмомедиастинум, обычно протекает бессимптомно и разрешается самостоятельно. Однако, как и пневмомедиастинум, так и пневмоперикард могут в некоторых случаях приводить к смерти пациента. Следующим возможным осложнением лапароскопических операций является пневмоторок. Частота данного осложнения 0,3%. В послеоперационном периоде может осложняться реактивным плевритом. Следующим осложнением является венозная газовая эмболия. Это достаточно редкое, но смертельно опасное осложнение хирургических процедур, возникающее при попадании газа в венозную систему. При этом газ, попадая в венозную систему, может окклюзировать правый желудочек, вызывая легочную гипертензию и системный коллапс. Френикус синдром или плечо-лопаточный болевой синдром. Это характеризуется наличием боли в области ключиц шеи, области ребер. Частота его достигает 12,6%. Во время лапароскопии брюшная полость заполняется углекислым газом под давлением около 12 мм рт. ст. при этом диафрагма растягивается. В связи с растяжением веток диафрагмального нерва возникает временный болевой синдром по ходу этого нерва. Данный болевой синдром сохраняется в течение до трех суток и постепенно исчезает. Следующим возможным осложнением является повреждение кишки. Повреждение кишки может быть механическим, так называемая механическая перфорация, или вследствие ожога кишки. К механизмам, объясняющим возникновение таких ожогов, относятся непосредственные контакты электрода с кишкой во время выполнения коагуляции. Происходит образование электрической дуги при 30 тысячах вольт, приводит к образованию дуги диаметром 2,5 см. Плохая изоляция муфты тракара, которая может соприкасаться с кишкой. В исследовании на кроликах изучали причину возникновения и патогенеза ожогов кишки, возникших во время лапароскопических операций. При патоморфологическом исследовании установлено, что большинство повреждений, которые относили к разряду электрических ожогов, на самом деле могли быть результатом механической травмы кишки. Повреждение мочеточников. Вероятность повреждения мочеточника составляет менее 2%. Использование электрокоагуляции может также явиться причиной повреждения мочеточников. Клинически может проявляться лихорадкой, болями в животе или экоцитозом приблизительно через 24 часа в течение 24 часов после операции. Повреждение мочевого пузыря во время установки лапароскопических портов происходит относительно редко и обычно связано с введением основного троакара при наличии растянутого мочевого пузыря. Количество повреждений мочевого пузыря в последнее время несколько увеличилось и достигло 1,9%. Самой частой причиной повреждения мочевого пузыря является электрохирургическая диссекция вблизи стенки мочевого пузыря. Одним из важных симптомов повреждения мочевого пузыря является кровотечение из надлобкового порта, установленного по относительно бессосудистой срединной линии. Выраженная гематурия является указанием на глубокое повреждение мочевого пузыря. Редким, но патагномоничным симптомом повреждения мочевого пузыря является выделение углекислого газа через уретральный катетер. Повреждение крупных сосудов является потенциально смертельным осложнением, встречается у 31 из 100 тысяч пациентов. Наиболее часто повреждаются аорты в области бифоркации, а также общая подстошная артерия и вена. Описано также повреждение верхней брожечной вены. Причины неврологических возможных осложнений можно разделить на три группы. Первая причина повреждения нервов у пациентов связана с положением на операционном столе. При обычном положении многие нервы нижней конечности несколько натянуты или испытывают давление, что приводит к временной парастезии при выходе из наркоза. К сожалению, длительное натяжение или сдавление нервных стволов в ходе хирургического вмешательства может привести к их травматизации, что может потребовать длительных сроков для восстановления или даже вызвать трудноустранимые хронические состояния. Чтобы избрать правильное положение пациента на операционном столе, особенно при продолжительных операциях, важно избегать полного сгибания и отведения, а также сдавления нервных стволов. Второй причиной травматизации нервоприлапарскопии бывают ошибки в определении точек введения тракара через переднюю брюшную стенку. В последующем ушивании лапароскопических доступов. Такие повреждения нервов в передней брюшной стенке возникают достаточно редко. И последней группой причин возможным механизмом травматизации является открытая травма нервов органов малого таза при ретроперитониальном подходе. Хирургу, выполняющему эти процедуры, необходимо доскональное знание расположения нервов, которые могут быть повреждены, чтобы свести риск повреждений к минимуму. Кроме того, возможными осложнениями являются инфильтраты и абсцессы брюшной полости, а также воспалительные инфильтраты проколов и разрезов передней брюшной стенки. Инфекции тракарных ран достаточно редкое в эндовидеохирургии явление. Частота этого осложнения не превышает 1%. Правила предотвращения общеизвестные – это бережное обращение с тканями, удаление органов в контейнере через разрез в области наименьшей толщины брюшной стенки, а также антибиотикопрофилактики. Послеоперационные грыжи встречаются достаточно редко. Важными элементами профилактики является ушивание всех тракарных дефектов в апоневроз диаметром более 1 см, что может быть легко проконтролировано пальпаторно в ходе операции. При окончании операции необходима осмотр зон промонториума, таза и кишечника, проверка остановки кровотечения на пониженном до 7-8 мм штутного столба внутри брюшном давлении, а также выпускание воздуха из брюшной полости. О надежной остановке кровотечения можно судить лишь в том случае, если систолическое давление у пациента превышает 110 мм ртутного столба. На систолическое давление оказывают влияние следующие факторы – это внутрибрюшное давление за счет повышенного периферического сопротивления и положение Тринделенбурга – повышенный ваготонус, увеличенный венозный приток и сниженное венозное давление. Выпускание воздуха из брюшной полости производится тогда, когда еще пациент находится в положении Тринделенбурга. Осуществляется это при помощи манжеты Траакара параллельно передней брюшной стенке. При хирургии необходимо также отметить вредности, которые существуют для хирурга. К ним относится состав хирургического дыма. Среди химических токсинов хирургического дыма необходимо выделить акролеин, формальдегид и полициклические ароматические кислоты. В свете этого необходимо несколько слов сказать о симптомах, возникающих при плохой вентиляции помещения. Это раздражение глаз, носа, слизистой оболочки полости рта, головные боли, тошнота головокружения, риниты, кашель, дыхательные расстройства, недомогания, раздражение кожи, а также аллергические реакции. Кроме того, в составе хирургического дыма входят также биологические реагенты. Это частицы сгоревших тканей, крови, вирусов и бактерий, а также пар. Существуют потенциальные риски от воздействия инфекций вирусных, бактериальных, хронического раздражения кожи, легких, слизистых оболочек, абсорбция на контактных линзах, а также влияние на развитие онкологических заболеваний. В свете этого необходимо указать на эффективность фильтрации. Стандартная маска допускает фильтрацию частиц в пределах 0,6-5 микрон. Высококачественная маска допускает фильтрацию частиц в пределах 0,1-0,5 микрон. Буквально несколькими словами коснемся особенностей различных осложнений при лапароскопических операциях в урологии. При лапароскопическом иссечении семенной вены существуют две группы осложнений. Это ранние, повреждения сосудов, повреждения полых органов, пневмоскротум. И поздние, это рецидив варикоцелия и гидроцелия. При лапароскопической нефректомии это переход в открытую операцию, которая встречается при невозможности выполнить оперативное вмешательство из-за спаечного процесса и кровотечения, либо по другим техническим встречинам. Важное значение имеют интероперационные осложнения, связанные с травмой внутренних органов. При лапароскопическом иссечении кист почек важное значение имеет кровотечение из паренхемы органа, а также скопление жидкости в оставшейся полости кисты с последующим ее инфицированием. При лапароскопической нефропексии это забрюшинные гематомы, а также обострение хронического воспалительного процесса. Следует помнить, что количество осложнений лапароскопических операций обычно невелико при выполнении хирургом первых 20 вмешательств. Затем эти показатели резко нарастают, достигая максимума 40-50 операций. В последующем кривая показателей осложнений снижается, достигая приемлемого низкого уровня после выполнения 100-200 эндовидеохирургических вмешателей. Особенно это необходимо помнить, особенно хирургам, начинающим осваивать эндовидеохирургию. Благодарю за внимание.